Всем привет, с вами Танкист. Сегодня хотелось бы рассказать немного о своем методе обзора. Вступило несколько вопросов от моих зрителей с тем, как я осматриваюсь именно настройки. Хочу обратить внимание сразу, что это не гайд по настройкам обзора, это просто ответ на вопрос, как он настроен у меня. Основной осмотр веду я с помощью Трикир с профилем от Мистера Икс. Найти этот профиль в принципе проблем составить не должно. Но дополнил свой осмотр еще несколькими настройками. Такие как взглянуть резко назад налево, назад направо, назад вверх, взгляд на приборы и прильнуть к прицелу. Перейдем непосредственно к самим настройкам. Запускаем быстрый вылет. Выбираем самолет на полосе. Какой самолет не имеет значения, потому что данную процедуру, если она вам подойдет, придется сделать для каждого самолета. На полосе, потому что, ну, в принципе, можно выбрать и в воздухе, поставить на автопилот и настроить уже непосредственно, как это все будет смотреться в воздухе. Но тогда не сможете настроить положение головы максимально высунутой из кабины, потому что поток будет ее толкать назад. Поэтому начинаем с полосы. Сейчас сначала посмотрим то, как это выглядит уже в настроенном виде. Потом поменяем наш файлик с настройками вида кабины на дефолтный и попытаемся настроить все заново. Итак, появились на полосе. У меня все настроено на хатку. Нажимаем влево, смотрим влево-назад. Вправо-назад, назад-вверх, взгляд на прибор, где видны закрылки и скорость, углы сноса, скольжения и прильнуть прицел. Выходим из игры. Заходим в папку с установленной игрой. Папка Data, Loa Scripts. Здесь находятся все наши виды. Вот в этой папочке. Открываем ее. Есть папка Default и много-много файлов. Эти много-много файлов. И есть наши новые настройки вида кабины. Ищем наш Loa 5. Перемещаю его на рабочий ствол, потому что я хочу его сохранить. И из папки Default. Дефолтный вид кабины. Перемещаю. Копирую в эту папочку. Итак, сейчас наша лавка будет с дефолтным видом кабины. Запускаем игру. Быстрый вылет. Поехали. Появились, видите, разницу между тем видом и этим видом. То есть, зум необходимо при появлении отдалять. Потому что мне, например, так было всегда неудобно. Поэтому я и заморочился с новыми настройками. При осмотре Трекиром, да, мне приходилось сильно поворачивать голову. Неудобно отклоняться, чтобы осмотреть, как положено, заднюю полусферу. Поэтому я сделал себе обзор задней полусферы именно на кнопке. Для начала посмотрим, настроены ли необходимые для сохранения взгляда настройки. Сохранить быстрого взгляда. Кнопка F10. И изменение метода управления взглядом. Возвратный, фиксированный, пошаговый, плановый. Кнопка F9. Итак, включим подсказки. Так, вот они, игровые сообщения. Включим. Ставим Трекир на паузу. Чтобы кнопка F9 полностью функционировала. То есть, могла переключаться между быстрым, фиксированным, пошаговым взглядом. И посмотрим. Итак, F9. Центрируемый, быстрый взгляд. Нажали кнопку 1. На нумпаде отпустили. Взгляд вернулся в центр. Далее. Фиксируемый, быстрый взгляд. Нажали 1, отпустили. Голова осталась в том положении, в котором мы его оставили. Кнопка 5. Возвращаемся в центр. Опять же, зум. Обратите внимание, зум, да? Пошаговый, быстрый взгляд. Нажимаем кнопку 4. Раз. Первый шаг. Второй шаг. Третий шаг. Четвертый шаг. Неудобно. Нам необходим для наших настроек режим центрированный, быстрый взгляд. Сначала настроим вид по умолчанию, чтобы при появлении на карте не было необходимости постоянно отдалять зум. Итак, отдалили зум. Мышкой настроили положение головы так, чтобы было видно приборы. Ф10 сохраняем этот вид. Все, быстрый взгляд сохранен. Теперь посмотрим, как это будет выглядеть при перезапуске игры. Выходим из игры. Заново запускаем, появляемся на полосе. И смотрим. Отлично. Положение головы по умолчанию сохранилось именно таким, каким мы его и настроили. Теперь настроим взгляд влево-назад. Для этого нажимаем клавишу. Я выбрал для этого клавишу 1. Нажимаю клавишу 1. Не отпуская ее. Убираю зум. Мышкой поворачиваю голову так, как мне, куда бы мне хотелось видеть. К Delete и End на клавиатуре. Я высовываю голову. Клавиши Page Up, Page Down. Поднимаю, либо опускаюсь на сиденье. И клавишей Insert и Home. Либо приближаюсь к спинке, либо отдаляюсь от нее. Но у меня она максимально отдалена. Клавиша F10. Быстрый взгляд сохранен. Теперь при нажатии клавиши 1 мы смотрим туда, куда настроили. Теперь вправо-назад. Клавиша 3. У меня это клавиша 3. Отдалил зум. Отдалил голову назад. Клавиша Insert. Приподнялся так, как мне удобно. Открыл фонарь. Высунул голову максимально вправо. Клавиша End. И сохранил этот взгляд. Теперь при нажатии клавиши 3 взгляд будет именно тот, который нам необходим. Точка. Точка на No Paddy. Взгляд на приборы. Она настроена по умолчанию. Можно поиграть только с зумом. Далее. Клавиша 2. Взгляд назад. Я ее настраиваю на... Прильнуть к прицелу. Нажал клавишу 2. Повернул мышкой голову вперед. Максимально приблизил голову вперед клавишей Home. Поставил прицел в центр. И убрал зум максимально назад. Сохранил. Клавишей F10. Теперь при нажатии кнопки 2 я максимально приближаюсь к прицелу. Так. Теперь нам осталось настроить кнопку осмотра задней верхней полусферы. То есть взгляд назад вверх. Нажимаем... У меня это клавиша 0. Зажимаю клавишу 0. Мышкой перевожу взгляд назад. Максимально отдаляюсь от спинки клавиша. Insert Home. Приподнимаюсь на сидении. Убираю зум. Мышкой настраиваю тот обзор, который мне необходим. И сохраняю на клавишу F10. При нажатии клавиши 0 мы видим, что пилот смотрит назад вверх. Ну в принципе это все по настройке обзора. Теперь перейдем к настройкам самих клавиш. Настройки. Назначение клавиш. Обзор кабины. Приближение взгляда. Нажимаем кнопку приближения. Которая нам понадобится. Удаление. Спускаемся ниже. Видим кнопка центрирования. Это кнопка 5 на numpad. Она по умолчанию. Кнопка 0. Мы сказали, что это у нас взгляд назад вверх. У меня это хатка вверх. Хатка вверх. Направление взгляда. Дополнительный полиски. Это взгляд на приборы. Это точка на numpad. У меня это хатка вниз. Дальше. Клавиша 3. На клавишу 3 я настроил взгляд вправо-назад. У меня это хатка вправо. На клавишу 2 я настроил прильнуть прицел. У меня это кнопка на джойстике. На клавишу 1 я настроил влево-назад. У меня это хатка влево. Все. Сохранили. И проверяем. Хатка влево, хатка вправо, хатка вверх, хатка вниз. Прильнуть прицел, хатка вниз. Взгляд на приборы. Теперь посмотрим на настройки моей камеры. Здесь мы видим два столбика. Первый столбик быстрый взгляд. Второй столбик плавного взгляда. Быстрый взгляд отвечает за скорость перемещения. Именно в режиме быстрого взгляда. Тот, который мы выбрали. Например, скорость вращения поставим 13%. И посмотрим. Нажмем хатку влево. Видите, как медленно поворачивается голова. Ну, мне так некомфортно. Я настраивал эту кнопку для быстрого осмотра задней полосферы. Поэтому ставлю на 100%. Режим плавного взгляда. Он отвечает за скорость перемещения головы на кнопках при нажатии кнопок Insert, Home, Page Up, Delete, End и так далее. При нажатии этой кнопки занимает крайнее положение. Вратите внимание, приблизиться, отдалиться. Вверх, вниз. Так как эти кнопки я использую только для настройки взгляда, то 5% скорости перемещения головы будет достаточно. Остался скорость угла обзора. Она отвечает за скорость приближения. За скорость зума. Если мы поставим ее маленькую, то при нажатии кнопки приблизить или отдалить, взгляд будет очень медленно приближаться, соответственно отдаляться. Для меня комфортно играть на скорости приближения, скорость изменения угла обзора в 35%. С бегунком, кстати, можно, конечно, каждый под себя его подстроить. Ну, в принципе, это все. Также данный способ настройки взглядов можно использовать для, например, нашего Яка. Давайте посмотрим. Итак, появились мы в Яке. Все мы знаем, как неудобно порой при помощи Трекира смотреть на остаток топлива в баке. То есть нужно повернуть голову, привстать, наклониться там и так далее. То есть не видно. Для меня это неудобно. Поэтому можно сделать то же самое. Например, взять клавишу 4, настроить мышкой положение головы таким взглядом, таким образом, чтобы был виден бак. И сохранить его. Теперь при нажатии клавиши 4, я могу посмотреть на остаток топлива. Еще один момент, который необходимо, наверное, озвучить. При настройке кнопки «Прильнуть вида», «Прильнуть прицелу». Если обратить внимание, как это сделано у меня на Яке, то при горизонтальном полюте, либо когда я стою на земле, мой прицел немного смещен вверх. Да? Для чего это сделано? Сейчас взлетим и посмотрим. Во время вертикальных маневров на пилота действует перегрузка. И его голова как бы вдавливается. Объясняется, обратите внимание, прицел. Во время вертикального маневра сдвигается в центр. Как бы это надо, наверное, учитывать при настройке. Потому что настроив его на середину и во время вертикального маневра пытаясь атаковать противника, прицел может просто уйти под капот. И еще раз. На этом, в принципе, все. Всем спасибо, кто смотрел. И надеюсь, был полезен.